Первый из 32 остановок нового маршрута номер 5 «Солнечный город». На трамвае с ведущими информационной программы «Город на борту» в первую поездку отправляется официальная делегация во главе с мэром города. Кое-где еще по ходу маршрута нет закрытых остановочных павильонов и ограждений. Но за ноябрь тут же в трамвае на импровизированном совещании обещают остановки окончательно благоустроить. Но первые пассажиры рады уже самому факту сегодняшнего события. Автобусы, ну сами знаете, как ходили в последнее время, да? И попасть вот на задовокзал, например, проблема была. Я на работу езжу, мне очень удобно. Наверное, так же и другим вообще. Трамвай, конечно, ждали. Очень ждали. Пока по новому маршруту, проходящему по проспектам Победы, Ямашево и Кировскому району, с 7 утра до 10 вечера будут ходить 24 трамвая. До лета следующего года парк полностью обновится. Закупленные 20 новых трехсекционных трамваев начнут выпускать на линию по мере поступления уже после новогодних праздников. Мы ставим задачу, чтобы не только скорость, не только безопасность была на этом маршруте, но и высокая культура обслуживания. Именно электротранспорт задает сегодня культуру обслуживания. Менее всего у них нареканий к ним по культуре обслуживания, по вежливости наших водителей. Комфортабельные трамваи будут способны развивать скорость до 100 км в час при минимальном уровне шума. Интервал днем составит 6 минут, вечером максимум 11. Общее время в пути от солнечного города до вокзала 58 минут. Единственное направление остается перекрестки, пересечения. Вот сейчас только СМСК прислали, что на Ямашево-Адарасково столкновение двух машин на трамвайных путях. Уже трамваи там стоят. Лишь бы вот эти аварии и автолюбители не мешали, тогда мы будем все делать, чтобы ездить регулярно. Что особо отмечают первые пассажиры, практически весь путь трамвай проходит параллельно дороге, но по выделенной полосе, что позволяет избежать всех пробок. Время 8.50 утра. Традиционная утренняя пробка на южной трассе на участке пересечения Мамадышского тракта. Иногда она тянется до третьей транспортной дамбы. Водители знают, что на этом отрезке можно потерять до 40 минут драгоценного времени на трамвае. Этот участок дороги нам удалось преодолеть меньше, чем за 10 минут.